Бегут от школы. В ночь на 1 сентября из Ревтинского спецучилища для подростков опасного поведения сбежали 46 человек. По одной версии, воспитанники не хотели вновь садиться за парты. По другой, это был показательный протест против режима и руководства. Разные точки зрения выслушала Ирина Шудько. Расскажите, что у вас произошло. До свидания. Этой ночью сотрудникам училища не до сна и не до разговоров. 46 воспитанников, взбунтовавшись, самовольно покинули территорию. Учитывая их характеристики, все ребята были помещены сюда из-за опасного поведения. На их поиски тут же были подняты все спецслужбы. Патрульные машины ежечасно подвозили к воротам пойманных беглецов. Массовый побег, похоже, был тщательно спланирован. Волна недовольства поднялась за считанные секунды в самом неожиданном месте. 31 августа около 20 часов 40 минут. Дети, высказав недовольство режимом в данном учреждении, устроили погром на помещении кухни. После этого они покинули территорию спецучилища. Ряд детей покинули через забор. Он достаточно, как вы видите, невысокий. И ряд детей вышли через контрольно-пропускной пункт, разбив стекло в форточке. Из-за чего воспитанники пустились в бега, ни прокуроры, ни полицейские пока не говорят. Отрабатывается сразу несколько версий происшествия. Среди них конфликт с руководством и банальное нежелание учиться. Журналистов сотрудники убеждают именно в последней. Причина-то основная какая? Назовите последнюю причину. Я вам еще говорю, это дети. Это дети. Это дети. Сейчас идет День знаний. Конфликт какой-то бывает. Но просто так дети тоже не убегают из того, ни сего. Конфликта не было. Это однозначно, я вам скажу, на 100%. У воспитанников другая версия. Они не раз жаловались на непедагогичное поведение учителей. Так в отношении одного из руководителей давно ведется следствие. Заместитель директора спецучилища, находясь на территории учреждения, причинял физические страдания нескольким несовершеннолетним воспитанникам училища путем неоднократного нанесения побоев. В том числе с целью получения информации о наличии у детей запрещенных предметов, сотовых телефонов. По материалам дела Сергей Бакшаев избивал детей всем, что попадалось под руку. А тех, кого и это не пугало, возил к друзьям в полицию. Там возили, я поняли, возили в Азбест и в Ревтинском самом. А кто конкретно попадал? Там, кто в полиции работал. И вон, и друзья в Бакшаевском. Еще до решения суда скандального педагога сняли с должности. Однако и после его ухода, говорят воспитанники, спокойнее в училище не стало. Но в этом ли причина побега, неизвестно. Пока полицейские заняты другим, на свободе все еще остаются, двое беглецов. Ирина Шудько, главные новости Екатеринбурга.